ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Эти пацаны не исполняют первую заповедь, потому что эти девчонки не исполняют первую заповедь с обетованием, они не почитают своих родителей, потому что родители никогда их не сделали бы плохими, никогда. Если бы они повиновались своим родителям, то были бы хорошие пацаны и хорошие бы девчонки. Но так как не повинуются, обманывают своих родителей, я у подружки, я там, я то, я сё, это всё не повиновение. Поэтому это беда. И плохие пацаны, и плохие девчонки. Но если вы будете повиноваться родителям, вы будете повиноваться Богу. И вы будете хорошие. И в церкви, и как жёны, и как мужья, вы будете хорошие. Но если вы думаете, что вы выходите за парня, который чуть-чуть выпивает, чуть-чуть курит, чуть-чуть матерится, чуть-чуть, что там, чуть-чуть. О, женится он такой не будет. Не обманывайтесь. В 30, в 60 и в 100 раз больше будет. И так же девчонка. Поэтому всё начинается с маленького. Повиновение родителям. Тогда будет повиновение Богу, церкви, руководителю молодёжи, служителям. Всё начинается с маленького. Но если человек бунтует, и он не повинуется нигде, живёт как хочет, и вы думаете, что вы выйдете замуж или женитесь на таком человеке, и будет у вас всё прекрасно, он упадёт у ваших ног, то глубоко вы ошибаетесь. Вы быстрее упадёте. Поэтому пусть даст вам Бог мудрости, чтобы вы поняли это, что нужно служить Богу, повиноваться родителям. Почему старшая молодёжь не женится? Нужно ли нам жениться в это трудное время? Если вы хотите, чтобы я прочитал, что Павел пишет, то он пишет, не женитесь. Потому что время последнее. Лучше вам оставаться так, как я. Он был холостой. Павел так пишет. Ибо если вы женитесь или выйдете замуж, вы будете иметь скорбь по телу своему. Поэтому лучше оставайтесь так, как я. Павел так советует, Писание так говорит. Чтобы не женились. Но каждый, он там пишет, да испытывает себя. Каждый, да испытывает себя. Если вы хотите кого-то осчастливить, чтобы он был счастлив, выходите замуж. Если вы, братья, хотите кого-то осчастливить, чтобы она была счастливая, женитесь. Но если вы думаете, ага, крутой, возьму я его, я ему покажу, как надо веселиться. То тогда бедный человек. И вы тоже. Поэтому пусть Бог поможет, чтобы вы поняли, что боящимся Бога, Бог дает жену, Бог дает мужа. Боящимся. Все остальные женятся сами. Я не ошибся. Все остальные женятся сами. Потому что у меня даже есть свидетельство недавно. Люди прожили уже много лет. Есть внуки. И жена говорит, почему у меня такая проблема? Поставь нужду. Ну, я поставил. Думал, что в семье проблема. А Бог говорит, что ты вопьешь ко мне? Я тебе его не давал. Кого я давал, ты пренебрегла. Поэтому терпи. Сама вышла замуж. Поэтому пусть Бог поможет, чтобы вы поняли. Если вы хотите получить от Бога, значит, вам нужно соблюдать две первых заповеди. Знаете? Одну я вам сказал. В основном одна, а потом вторая заповедь, а здесь две первых заповеди. Первая заповедь, какая еще есть? Кто знает? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, своей силой и крепостью твоей». Это первая заповедь. И вторая первая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, будешь долголетен на земле». Если вы две заповеди будете соблюдать, женитесь, выходите замуж, вы будете счастливы. Вы будете счастливы.